Экологический десант буквально штурмует реку Борзовка, а точнее горы мусора, которые здесь заметно накопились. Мешки наполняются достаточно быстро. На масштабный субботник вышли волонтеры, экологи, местные жители, представители власти и различных ведомств. Это одна из важнейших проблем в нашем мире. Мусор. Мы должны все вместе, дружно очищать нашу планету и поддерживать экологическое состояние нашей земли. Мы должны быть ответственны на каждой на своем уровне. Один не бросит, другой не сольет, третий уберет то, что там, скажем так, немного, еще не превратилось в огромную свалку, требующую федеральных вложений. Вот ответственность каждого из нас. Среди участников экологического марафона, приуроченного ко дню Волги, есть почетные гости. Известная российская актриса Валентина Рубцова. Она просто не смогла остаться в стороне. У себя посреди квартиры вы эти кучи не набрасываете. Почему же вы считаете, что улица – это не ваше дело, это ваше дело. Вы же по ней ходите, вы же дышите этим воздухом. Вы сами себя отравляете, сами себя, я не знаю. Мне кажется, что это не очень правильно. Ну, это странно вообще. Поэтому мы должны все-таки быть, знаете, как сейчас модно говорить, думать экологично, действовать. Но так оно и есть, правда. Река Борзовка впадает в Аку, а значит, в итоге и в Волгу. Малую реку планируется в буквальном смысле обновить в рамках национального проекта «Экология». В этом году, вот буквально в мае месяце уже, закончили проектирование российских руслов реки. Готовится комплект документов для того, чтобы подать на проведение государственной экспертизы проекта. И самое главное, нам нужно в этом году подать заявку на включение мероприятий про российской реки Борзовки в федеральный проект сохранения уникальных водных объектов. И уже максимум в этом году, который ставлю цель лично для себя, это уже заключить контракт и приступить к российске. Я уверена и вместе с жителями мы надеемся, что все-таки речка Борзовка будет очищена. И мы с вами еще здесь увидимся, будем отдыхать, любоваться на уток. Вы можете здесь увидеть, что они есть. И это будет местом отдыха, местом притяжения жителей Ленинского района. Участники субботника расчистили оба берега реки. Более двух тонн отходов. При этом мусор еще и отсортировали. Много отходов пойдет на вторичную переработку. Сергей Щеплягин, Михаил Гордников. Время новостей.